всем привет меня зовут Ольга вы на канале о вязании я очень рада вас приветствовать на своем канале сегодня я предлагаю совершенно по-новому очень креативно на мой взгляд связать вот такие вот короткие носочки с отличной современной посадкой у них замечательная выемка в резинке выглядит это очень современно вяжутся носочки от мыска вот такая форма у него я вместе с вами свяжу полностью носок от начала и до конца если вам интересно как связать такие носочки приглашаю вас на мастер-класс пряжу я использовала yarnart бланка лана люкс 100 граммах 250 метров стопроцентная шерсть номер цвета 867 расход составил 58 грамм спицы для основного полотна я брала номер три с половиной резинку вывязывала на спицах номер 3 основная мерка на которую я ориентировалась это ширина стопы ширина стопы 22 сантиметра от этого значения я отняла 2 сантиметра для более плотной посадки изделия сумме у меня получается 20 сантиметров затем умножив на плотность вязания 2,2 петли я получаю что ширина моего носка это 44 петли начальный набор выполняется на 2 спицы я его выполню вместе с вами очень подробно и количество петель на одной спице он выполняется на 2 спицы равно примерно половине количества петель от общего числа на одной спице я думаю в процессе станет более понятно на каком моменте вывязывается пятка и как формируется будут пояснения по ходу мастер-класса набор петель две спицы кончик нити подхватываю первую петлю завожу с левой стороны ближней спицей и перекручиваю первая петля готова затем придерживая эту петлю добираю следующие ближнюю нитку завожу на дальнюю спицу вторая петля дальнюю нитку на ближнюю спицу третье четвертая пятая шестая седьмая и так далее нужно набрать 20 петель десятая петля на дальнюю спицу и сумме у меня 20 петель обязательно одинаковое количество петель на каждой спице и теперь придерживая нитку от кончика я разворачиваю вязание нужное положение придерживаем вот эту нитку чтобы петли не разошлись выдергиваю нижнюю спицу выдернув ее начинаю вязать лицевая петля накид на себя лицевая петля лицевая петля и так вижу лицевые петли не довязав одну петлю одну петлю я не довязала она вот такая перекрученная делаю накид и провязываю лицевую петлю первую спицу петли с первой спицы мы провязали теперь меняю местами спицы нижнюю я продергиваю и меняю местами вяжу следующие петли лицевая петля так здесь нужно посмотреть чтобы петля не была скрещенной вот она мы ее провязываем лицевой накид на себя и вяжу все петли лицевыми в конце ряда накид смотрим как повернута петля провязываем ее лицевой и подтягиваем все мы провязали первый ряд в котором сделали накиды я сейчас рекомендую повесить маркер обязательно для того чтобы проще было работать это маркер будет обозначать начало кругового ряда далее продергиваю спицу а ту на которую вязали освобождаю и продолжаю вязать второй ряд лицевая петля давайте посмотрим чтобы она не была скрещенной провязываю ее вот лицевая накид в этом случае я его разворачиваю и провязываю лицевой далее все петли лицевые до накида накид провяжу вместе с вами довязав до накида я его немножечко подтяну вот он его просто провязываю лицевой скрещенной провязала и заканчиваю ряд лицевая петля меняю спицы и переворачиваю в начале ряда в данном случае накид у нас все время просит развернуть его это делается для того чтобы прибавки с каждой стороны выполнены были симметрично провязываю первая петля лицевая далее накид я его разворачиваю и вяжу все петли лицевыми то есть только в начале ряда мы накид разворачиваем а в конце ряда мы провязываем петлю лицевой скрещенной вот этот накид конце ряда лицевая лицевая скрещена начале немного сложно потом проще и последняя петля лицевая следите чтобы петли скрещенными не провязывались все провязали следующий ряд круговой лицевая петля накид лицевая петля вяжем все петли лицевыми не довязав одну петлю не довязала одну петлю накид на себя и лицевая петля меняю спицы поменяла спицы вяжу лицевая петля следим чтобы петля у нас не перекрещивалась накид на себя и лицевые петли не довязав одну петлю 1 петля накид на себя и лицевая все еще один ряд с прибавками провязан и так ряд в котором нужно провязать накиды у нас начало ряда первую петлю я провязываю лицевой этот накид я разворачиваю чтобы они у нас были относительно друг другу зеркально провязаны и вяжу лицевые петли до накида довязав до накида бывает такое что он вот так перетягивается ничего страшного его подправляем вот он и провязываем лицевой скрещены не переворачивая просто лицевая скрещена и крайняя петля обычная лицевая петля вторая сторона начале ряда здесь один такой момент который также сейчас хочу пояснить когда вы начинаете вязать уже отвязав такое достаточно приличное количество рядов необходимо провязывая первую петлю вот эту мы провязываем ее и немножечко подтягиваем к леске чтобы плотно было вязание чтобы не растягивались петли в этом месте перехода и так в начале ряда я накид переворачиваю в конце просто на нас провязывается не переворачиваясь провязываю лицевые и в конце ряда накид скрещены лицевой и лицевая все я провязала еще один ряд я продолжу вязать пока на каждый спец не будет по 22 петли то есть сумме у меня должно получиться 44 петли я закончила вывязывать мысок на каждой спице у меня 22 петли сумме 44 петли прибавок я сделала по 12 на каждую спицу сумме количество прибавок было сделано 24 петли далее я продолжу вязать вверх без каких-либо изменений по кругу лицевыми петлями основная часть вывязана немного по сантиметрам и по рядам 12 рядов мысок с прибавками вяжем затем 47 рядов без каких-либо изменений по кругу лицевыми петлями в сантиметрах 3 сантиметра мысок 15 сантиметров основная часть основная часть от мыска вывязывается строго до подъема ноги не больше не меньше следующий этап нам понадобится бросивая нить небольшой отрезок прикладываю и начала кругового ряда также понадобится спица можно меньшего размера или такого же как и основные спицы и провязываю все петли с одной спицы на бросовую нить до конца ряда навязываю до конца петли мы провязали только на одной спице это спицу нас освободилась обязательно фиксирую кончики и обязательно на лицевой стороне это важно возвращаю сначала ряда здесь уже основной нитью провязываю петли сбросовой нити также провязываю все петли лицевыми до конца ряда довязываю петли и спицу дополнительную я убираю на нам больше не понадобится и продолжаю вязать по кругу вторая спица на ней я провязываю все петли как обычно лицевыми и до конца ряда провязав круговой ряд сбросами нитью выглядит это вот таким образом далее я продолжу вязать лицевыми петлями на высоту 1 сантиметр вот отбросываете как измерить этот отрезок моя длина составляет один сантиметр от подъема до ямочки которая находится под щиколоткой у меня это один сантиметр поэтому я провяжу один сантиметр провязав один сантиметр вот такой вид сбоку я приступаю к формированию пятки убавки для формирования пятки я буду делать через ряд первый ряд с убавками провязываю лицевая петля петлю снимаю вторую петлю провязываю и снятую петлю набрасываю на провязанную подтянуть вяжу лицевые петли не довязав 3 петли не довязала 3 петли 2 петли я провязываю вместе с наклоном вправо лицевая петля убавки на первой спице я сделала на вторую спице начале ряда первую петлю провязываю лицевой вторую снимаю затем следующую провязываю лицевой и снятую набрасываю на провязанную это была убавка с наклоном влево лицевые петли не довязав 3 петли в конце ряда 3 петли 2 провязываю вместе с наклоном вправо подтянуть крайняя лицевая петля 1 круговой ряд с убавками провязан второй ряд я провяжу без убавок затем с убавками и так буду чередовать пока не на спицах у меня не останется в сумме 20 петель на каждый спиц должно остаться по 10 петель я закончила вывязывать пятку вот так выглядит пятка здесь у меня осталось по 10 петель закончила я рядом в котором сделал убавку ряд без убавок я не провязала сейчас я буду закрывать петли с помощью иглы петли пятки необходимо соединить с помощью шва петля в петлю для тех кто не владеет этим швом я его выполню сейчас вместе с вами и так нить у меня рабочие выходит с верхнего ряда я ввожу иглу от себя петля смотрит на меня задней поверхностью это для фиксации и начала шва далее возвращаемся к петле с ближней спицы петля я ее разворачиваю и подхватываю вторую петлю с этой же спицы они смотрят друг на друга задними стенками прошивая подтягиваю перехожу к петля противоположного ряда подхватываю петлю и соседнюю петлю вот она смотрит на меня задней поверхностью и я ввожу в нее иглу они также смотрят друг на друга задними поверхностями а вот теперь хорошо подтягиваю далее перехожу ближним петля нахожу петлю из которой выходила последняя ниточка вот эта петля она уже хорошо растянулась ввожу в нее иглу и подхватываю соседнюю снимаю спицу прошивая подтягиваю верхнюю петлю дальше все гораздо проще верхняя петля соседние они также друг на друга смотрим смотрят задними поверхностями поправляем и подтягиваю нужно проконтролировать чтобы здесь петли хорошо легли и продолжаем шить петля соседней подтянуть петля вот она из нее выходит нить вот нить выходит мы ее подхватываем и вводим задняя поверхность у нас должна быть к задней поверхности подтягиваем здесь у нас из петли выходит ниточка вот она значит а эта петля нам и нужно отхватываем соседнюю прошиваем ниточка выходит подхватываем и соседней еще раз покажу уже получается красивое закрытие вот его уже видно когда вы стягиваете обращайте внимание на то чтобы у вас получалась петля определенного размера не сильно затянутая а похожая на петлю сейчас покажу момент стягивания вот смотрите я стягиваю и контролирую чтобы у меня здесь была нужная петля так соседняя петля подтянули если сильно затянули можно немножечко ее подправить этой волкой не очень удобно лучше брать металлические вот так получается прошу еще вот оставшиеся петли и уже вместе с вами закончу ряд у меня осталось две петли закрой их вместе с вами петли не перекрученные должны быть обязательно подтягиваю выходит выходит отсюда нить значит мы сюда вводим углу соседняя петля она должна быть повернута развернута ни в коем случае не перекручена вот в таком положении подтягиваю так как у нас все запечатано я вот так вот раздвигаю в принципе это можно сделать потом значение не имеет нахожу расстояние вот здесь между петель и пока просто вывожу вот так углу куда придется это значение не имеет мы потом это дело все подправим как только откроем карман сейчас нам главное посмотреть чтобы у нас закрыли все петли ровно вот так выглядит давайте с другой стороны посмотрим здесь все хорошо верхняя часть хорошо это нужно сейчас проверить еще можно тянуть вот все теперь идеально все пятку мы закрыли а сейчас я уберу бросовую нить и открою все петли и так освобождаем кончик и вводим спицу не потерять полу петли вот здесь выходит нить соответственно эту полу петлю нам нужно подхватить и теперь выдергиваем бросовую нить далее выдергиваем бросовую нить и освобождающиеся петли подхватываем на спицы можно это делать на чулочные спицы это как вам удобно вот так в конце ряда я вместе с пересниму все полу петли вот осталось у меня несколько петель все что подхвачено бросовой нитью необходимо переснять так снимаем и здесь еще вот смотрите показываю есть вот такая пола петля ее тоже необходимо подхватить эту бросовую нить я убираю вот пола петля мы ее подхватываем чтобы не было отверстия и с этой стороны так эту я вытаскиваю с этой стороны вот она петля она убежала я ее вот так нитью прям вытягиваю и накидываю на спицу все петли у нас пересняты сейчас я присоединю нить также буду вязать вот с этого начала ряда чтобы не путаться и буду вязать спицами меньшего размера все основное полотно я вязала спицами три с половиной сейчас я продолжу вязать вязать я буду резинку один на один спицами номер 3 и так присоединила нить и провязываю лицевая изнаночная здесь нужно следить если вы переснимали петли они у вас повернуты не той стороной который вам необходимо то есть мы ее провязываем нужным образом чтобы петли не были скрещены лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда я довязываю лицевая изнаночная и вот это вот пола петля вот она на видите прихвачена показать вот прихвачена основном основным полотном вот значит для того чтобы не было отверстия я сейчас подниму вот здесь как подрезе у нас бывает такая вот петля навешанная вот она я ее подниму накину на левую спицу и вместе с полу петлю провяжу необходимым образом у меня это будет лицевая можно кстати вот эту вот петлю навешанную ее сделать скрещенной это будет даже лучше лицевой скрещенной навешанная петля а пола петля провязывается лицевой и хорошо подтянуть все петли мы провязали с одной спицы теперь провязываем с другой я пересняла потому что мне просто в камеру неудобно с прямыми спицами вот это место было вам показать вторая спица и здесь нам нужно максимально притянуть петли друг другу прям вот на максимум видите петля затянута так мы провязали лицевой соответственно нас это у нас это изнаночная провязывать и хорошо подтягиваю и держу и несколько петель провязывают также в натяжении это только лишь первый ряд у нас такой потому что нам нужно избежать отверстия поэтому я буду вот так туго провязывать еще несколько петель все три петли достаточно и дальше уже вижу лицевая изнаночная до следующего перехода и вместе с вами его выполнил если раппорт резинки не укладывается ваше количество петель его можно исправить я исправлю это путем провязывания двух петель вместе изнаночной у меня одна петля лишняя хотя можно и добавить одну петлю но я убавлю значит далее я провязываю лицевая петля и затем у меня следует полупетля я сниму чтобы было видно вот она полупетля я подхватываю также перемычку давайте поближе вот она она висит на нитке вот я ее подхватываю накидываю на спицу полупетля и провязываю эти две петли вместе изнаночной у меня по рисунку изнаночная соответственно изнаночная хорошо подтягиваю максимально и все круговой ряд провязан провязав круговой ряд я хорошо зафиксировала кончик от начала вязания и основную нить сейчас я продолжу вязать резинкой один на один примерно 5-6 рядов момент перехода от одной спицы в другой необходимо очень плотно провязывать первые несколько петель это позволит избежать растянутых петель вместе перехода и каких-либо дополнительных отверстий я вывязала резинку на необходимую высоту приблизительно ну почти 22 сантиметра и сейчас я закрою петли иглой закрытие может быть любым главное условие закрытие должно быть эластичным я закрою вот таким способом на мой взгляд она очень эластичная выглядит аккуратно и выполняется очень просто начало ряда кругового ввожу во вторую петлю вот она саму петлю немного подтянула затем первую петлю я снимаю иглу под образовавшийся стежок подтягиваю 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 противоположную сторону затем следующую петлю саму петлю подтянула первую петлю снимаю и под образовавшийся стежок подтягиваю когда подтягиваете следите чтобы вот эти косички вас были одинакового размера осталось две петли последнюю петлю ввожу иглу затем под стежок то есть все те же самые действия выполняю теперь самую первую косичку нам нужно найти которую нас образовалась вот она я ее подхватываю и затем первую последнюю петлю и под стежок и подтягиваю вот так вверх можно подтянуть все край замкнулся хочу показать куда можно спрятать кончик от нитки на изнаночной стороне делаю небольшой стежок лучше взять иглу потоньше чтобы не деформировать петли затем выбрав столбик из петель делаю следующее ввожу иглу и начинаю обвивать этот столбик каждую каждую петлю это обязательно можно их даже расслаивать это даже пойдет на пользу нитка лучше зафиксируется и вводим кончик так вот смотрите сейчас нужно сделать обязательно вот такой вот выйти вытяжение обязательно чтобы не было вот здесь проваленного края и затем уже уводим кончик вот сюда в изнаночные петли кончик от начала набора необходимо спрятать вот здесь по прибавкам чтобы нам нигде не мешал кончик значит смотрите сначала я его увожу вот сюда а потом по диагонали сначала в одну сторону ухожу буквально два-три стежка и в другую 1 2 и 3 и можно еще разок можно вернуться и расслоив нитку вот так аккуратно все расправить и только после этого отрезать кончик на пятки точно также увести кончик вот сюда в убавки чтобы нитка не мешала и не утолщал вот сюда хочу показать разницу пряжи до вто и после этого это полотно это конечно же после мысок вот такой вот так что еще давайте резинку посмотрим насколько внешне она меняется кстати вот довод его никаких отверстий нет все очень аккуратно закрытие очень эластичная получается это после вытого это у нас получается добытого одинаковая эластичность ну и пятку давайте рассмотрим после вытого я думаю видно где после где до после вытого пряжи также намного становится мягче вот так не могу зафиксировать она падает здесь без кондиционера постирана просто в средстве для шерсти здесь все достаточно жестко и плотно еще давайте посмотрим размеры до вытого и после верхней до вытого нижней после размера одинаковые так это ширине абсолютно одинаковые то есть не меняется после вытого пряжа очень она хорошо распушивается появляется пушок вот его видно до вытого пушка практически нет а у меня на этом все большое вам спасибо за просмотр всего вам самого доброго пока пока